Стас Ну, когда я приехал в США, когда я вышел из самолета, я сразу понял, что это моя страна. Здесь рынок бездонный абсолютно. У меня были две работы. Утром я убирал комнаты. Вечером у меня была позиция в пиццерии, называлась Trash Guy. Платили этот момент, по-моему, 6 долларов 15 центов. Не густо. Если я там остался в России, влюбился бы в мамин бизнес, но мне хотелось сильно доказать то, что я могу сам. Настал 2009 год, мне все надоело. Я закрываю глаза, я беру свой палец указательный, делаю вот так и просто тыкаю в карту. Открываю. Форт Лородейл. Кстати, если какие-то вопросы по Америке, он адвокат. Пользуйтесь случаем. Ребята, всем привет! И снова с вами я из Майами. Стас, которого вы уже, наверное, видели, возможно, не видели. Если не видели, смотрите. В ближайшие несколько частей мы будем записывать Стаса интервью. Он будет рассказывать про его переезд, про его жизнь, про то, как он приезжал сюда, уезжал. И про то, как он стал крутым адвокатом. И, наверное, я бы сказал, крутым в плане того, что в первую очередь образованным и начитанным. И, блин, я его знаю со стороны, как адвоката и как друга, поэтому могу сказать, Стас молодец. В общем, смотрите. Захвалил. Ну, ты же мне заплатил за это. Смотрите, ребят, наслаждайтесь, если понравится, не понравится, комментируйте. И пишите вопросы Стасу, мне будем смотреть и отвечать. Рассказывай. Вот мне прям интересно реально. Когда ты сюда приехал? Откуда ты приехал? Зачем ты сюда приехал? Какие мысли были? Ты первый раз же, получается, ехал, правильно? И ты не остался с первого раза или остался? Нет, не остался. Ты уехал, потом вернулся. Да. А ты боялся, что не пришел? Ты два раза уезжал? Да. А ты в каком году приехал сюда? В 2003. Первый раз? Да. В 2003 году был первый год, когда... В 2003? Слушай, я в 2006 приехал. Я думал, я рано приехал. Ну-ка, давай. Да, как раз была такая ситуация, когда было небольшое дипломатическое напряжение между странами. И обычно эти визы в мае уже выдают. Их не выдавали до июля. И многие люди уже скачали с программы. Причем дали без собеседования в посольстве. Просто те, кто... Визу без собеседования? Да. Просто штампы ставили. Я раз. Мне такие... У тебя... Тебе визу дали. Ты поедешь. Был уже июль. И это у меня такие планы. Я уже забыл про это на самом деле. Ну, так прикинул. А, поеду. Собрал чемодан и просто махнул. На несколько месяцев, да, получается? Училось. Я поехал июль, август. И я сентябрь захватил еще. То есть я там договорился в университете, чтобы мне разрешили. Ну, там, мама подсобила тоже. Вот. И... Что? Какая-то взяточка? Ну, нет. Без этого там на знакомстве вырыгнулась. Вот. Поэтому... Такое у меня было первое знакомство, но такое было с Америкой немножко. О май гад! Там, что происходит? Там, куда ехать? Уже контракт просрочен на работу. Сколько тебе лет было? В 17. Кстати говоря, в этой программе нельзя участвовать в первом и последнем курсе университета. Да, ты был на первом. Я был единственный человек из всей России, которому каким-то образом дали визу с первого курса. То есть я подал документы, видимо, не заметил этого критерия. И вот так вот проскочило. Но когда я приехал в США, когда-то я вышел из самолета, вот я помню, день очень хорошо, это был JFK, аэропорт в Нью-Йорке. Я так и ухожу, знаете... Все помнят его. В воздух свободы, понимаешь? Это вот. Я сразу понял, что это моя страна. Вот уже секунду я понял. И потом вот я уехал. Приехал второй год уже с собеседованием. Помню, в посольстве стоим, там все набились, студенты Дживаны, да? Там все, ой, кто-то выходит там. 18 лет. Что спрашивали? Что спрашивали? Что? Хай! Хай! Ну, я как бы, знаешь, подошел там, тын-тын, а я... У меня Ньяз, то есть я, в принципе, уже съездил, я на английском нормальный. Ты, получается, Ньяз заканчиваешь, ну, Ньяз закончил, да? Да, у меня три закончили. Да, я не закончил, у меня три курса в итоге Ньяза, вот. Но первый год я приехал, мне реально это не сильно помогло, потому что я в таком шоке был. Я учил этот язык, просто, знаешь, Ньяз это день и ночь, да? У тебя нет, у тебя ни выходных нет, у тебя ни вечеров, ты просто целый дня учишь этот язык. И я в таком режиме учил целый год, и я приезжаю в США, начинаю говорить, ни меня не понимают, ни я не понимаю. У меня был просто дичайший шок, но потом, знаешь, потихонечку, раз-раз... У нас же британский английский, понимаешь, да? Great Britain, the capital of the world. Harry Potter. Да. Знаешь, естественно, здесь это не катит. Но потом уже, как бы, была грамматика, да? То есть были слова, просто это все переделалось, пере... Слух все привык, да, вот, к этому? Привык. Жевают все, как бы, ну, прям очень... Проглатывают, жевают. Да, по-другому совсем. Сегодня Денис Макалов преподнес сюрприз и решил взять интервью у меня и поговорить об интересующих нас темах. Вот такой у нас тут небольшой backstage у меня в офисе. Устанавливаем аппаратуру. Выбираем хорошие позиции для того, чтобы была хорошая картинка, хороший свет и получился хороший контент. Слушай, блин, круто, 18 лет. 18 лет. Блин. Я в 20 приехал, я думал, рада. Да. Представляешь, если на след вообще в голове ничего нету? Только дикая энергия. Там в 20 ничего не было. Ну и в 25 тоже немного, да. На самом деле, вот это вот удачно так сложилось, я считаю, вот моя жизнь в этом отношении. Ну и твоя, и вот многих нас, кто приехали в начале, в 20 лет, там, 19, 21, потому что как у нас дома происходит? Школа, универ, женился, дети, работа, все, это нормальный член общества, да? В 40 лет ты уже, ну я шучу, не в 40, но лет 45 ты уже, типа, уже в возрасте, уже все, типа, знаешь, а-ля жизнь закончилась. Если ты мужчина, а если женщина, ты в 25, ты уже, как бы, тебе с рынка нужно уходить, как бы, потихонечку. Офф-маркет, знаешь. Офф-маркет, да. Либо ты уже на фурклозу идешь, как бы. Вот, поэтому, а потом это все же вылазит, понимаешь, то есть ты там не увидел, не нагулялся, не посмотрел, и это там проблемы в семье начинаются, и с детьми, и с женами, с мужьями, то есть, а у нас, вот мы, я считаю, что нам очень супер повезло, потому что этот период времени 20 лет, там, 25 до 28, даже до 30, он такой бешеный, да? У тебя бешеная энергия, тебе хочется выплеснуть ее, тебе хочется посмотреть, погулять, там, вот. Мы прошли через это, мы приняли вот это решение, кем мы, чем мы хотим стать в будущем, причем сознательно, да, нас никто там не говорил, там, Денис, иди там учись, иди вот на этот факультет, ты должен сделать то, ты должен сделать это, ты сам пришел к этому, ты сам решил, ты сам проанализировал, и ты сам взял на себя ответственность, правильно, чтобы тебе не было потом excuses, о, мне сказали, мне сделали, то есть, ты смещаешь, и получается, ты жертва как бы. Слушай, я могу сказать, вот ты говоришь, что сам на себя взял ответственность, я могу сказать, что приехав сюда в 20 лет, и оставшись здесь, я прекрасно понимаю, что я один здесь был, это сделало меня, вот, каким я есть, я не знаю, там, каким у кого в глазах, но тем, какой есть сейчас, мои, там, знания, там, мой взгляд на жизнь, и так далее, это все меня сделало, потому что у меня здесь не было, ну, никого, как у всех, да, у каждого, кто сюда приезжает, то он завезти. У ладырка в кармане, да, 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 в принципе, все. Как бы, и на самом деле, и желание, все зависело от тебя, как бы, да, как бы, ты работал, развивался, там, понятно, разное бывало, да, ну, как бы, и погуляли, и так далее. Согласись, при всем при этом, проблемы те же, что и, допустим, в России у нас, да, но при этом возможностей гораздо больше, то есть, действительно, я считаю, что эта страна, я считаю ее домом, как бы, я патриот этой страны, потому что здесь можно реально добиться самому того, что ты хочешь, есть и возможности, государство помогает, нет никаких рейдерских захватов, экономика позволяет, поэтому все, что ты хочешь, только иди и делай. Слушай, я могу тебе сказать, вот, как бы, вот, ну, на то, что ты говоришь, все, что ты хочешь, я тебе могу сказать, вот я сколько раз это говорю каждому, кто там новенький приезжает, кто там старенький и так далее, я всем говорю, клиенты, друзья, всем, вот, знакомым, я говорю, ребят, все зависит от вас, вот просто вот, ну, насколько я это понимаю сейчас, потому что я вижу людей, которые только приехали год, два, три, я говорю, ну, я, у меня шето, я такой, как бы, работать, работать, добиваться, ну, у меня в голове, как бы, как я настрою, да, и я говорю людям, что от них все зависит, не нужно выдумывать, что знакомства нужны какие-то, еще что-то и так далее, все от тебя, знакомства, да, они нужны, но они приходят со временем, как бы, не можешь, ты сразу приехал, там, здесь не то, что знакомств у тебя нету, ты жизни это не знаешь, ты не понимаешь, да, как здесь работает, ты не часть культуры, как здесь понимаешь, машину заправлять, грубо говоря, да, да, и так далее. Я сейчас читаю книгу и вообще, как бы, всем советую книги читать, потому что что-то сбывается, все равно всегда одно и то же, да, я говорю про книги, которые тебе мотивацию дают, да, какие-то там люди делят своим опытом в жизни, что-то сбывается, что-то там-то не так, они по другим углом предоставляют, да, вот я постоянно какие-то книги читаю, вот сейчас я читаю 10x rule, то есть правило 10x, да, карта, да. Уже прослушано. Да, 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 и вот он как раз про это, он как раз вот про это говорит, да, что, во-первых, нужно ставить, вот есть цель, да, умножаю на 10, и если ты где-то застрянешь посередине, да, то ты уже, окей, ты не добился в 10 раз больше, но ты добился гораздо больше, чем ты изначально себе ставил, да, и сразу к этому присоединю то, что Арнольд говорит Шартенеггера, что если ты не можешь за 5 часов выспиться, то sleep faster, ты должен спи быстрее, да, как будто эти вот, и я постоянно на этих книгах вот, где искать мотивацию, да, потому что все равно она кончается, ты устаешь, ты, говоришь, пришел там в 12, стал уже в 7, потому что тяжело, нужно выспаться, Я беру эти книги, я их слушаю, они меня заряжают, я иду на тренинг. Опять же, это твое образование, это твое развитие, и вот на этом, так же, как Кардоза говорит, что успех – это не конечная цель, это твое состояние сейчас, это твоя ответственность и твое состояние на данный момент. Типа, что это bullshit, то, что успех – это процесс, нифига, сегодня это либо успех, либо не успех, и это зависит от того, сколько ты в это вложил. Мы с тобой тоже, помнишь, с кем-то встречались тоже по работе на выходных, мы с тобой как раз в машине ехали, и мы с тобой обсуждали, что нельзя стать успешным с каким-то проектом за ночь, он выстрелил. Если он быстро выстрелил, наверняка он так же быстро сложится, то есть это процесс того, что ты строишь каждый день, каждый день, что ты делаешь, каждый день вкладываешь, и в итоге ты приходишь к успешному проекту, но находясь в состоянии успеха все это время, потому что ты сам создаешь этот успех. Ты знаешь, что я занимаюсь бизнесом миграцией, и у меня много клиентов, которые хотят воплотить себя здесь, в США, открыть свой бизнес, развить его, в итоге получить документы для себя, для своей семьи. И вот что я заметил, что среди всех, если взять 100% моих клиентов, вот те, которые, допустим, такие как я, такие как ты, наш круг знакомых, которые предприниматели именно, которые предприимчивые люди, не говорю, что кто-то более успешный, кто-то менее, но то, что мы все время стремимся куда-то, чего-то добиться. Вот те, которые именно хотят приехать сюда, в США и реально развить свою компанию, свой бизнес, они хотят там и заработать, да, и протестировать, и там, и там, и гипотезы, они быстрее всех получают документы, чем те, которые, они вроде предприниматели и бизнесмены и заработали, неважно каким способом там, да, но они хотят через программы бизнес или инвестиции приехать сюда и именно получить документы, то есть у них это номер один цель, да, у них чаще всего провал среди них. Они, соответственно, тоже бывают, и все нормально, и все хорошо, но вот именно по статистике у них больше всего, почему? Потому что вот они не настраиваются, они, они как бы, сейчас мы тут тун-тун там сделаем, еще не знают, как бизнес работает, да, и пытаются как-то симпровизировать, очень много денег теряют, их и кидают там, и там, и там, да, как бы, и вот у них не получается, вот, поэтому гораздо приятнее работать с людьми, которые настроены. Станислав, у нас есть бизнес-идея, у нас есть такой-то бизнес, мы хотим открыть филиал, например, получить L1 визу, они как бы, они очень интенсивные, они там общаются, находят, не получается, ничего страшного, дальше попробуют, тун-тун-тун-тун-тун, у них строится бизнес, все в итоге хорошо получается. Он не завязывает, получается, основной акцент не документы, а как бы бизнес, да, потому что они этим занимаются, а это как параллельно идет получение документов. А потом, о, а мы еще могли документы или можем получить документы, ну окей, давай сделаем там, да, раз у них там дети уже в школу ходят, уже начинают на английском говорить, да, и уже там, там связи порвались, давай уже думать, как… И здесь больше активней, да, как бы узнают, знакомятся, шевелятся, как все работает, так сказать. Да, слушай, ну здесь рынок бездонный абсолютно. Ну да, здесь другие объемы. Просто дна нет рынка. Если найти, найти те гипотезы протестированные, они сработали, да, ты нашел эту маржу, ты просто начинаешь туда лить трафик, там, если это через интернет, сейчас почти все через интернет происходит, да. И все, и просто ты масштабируешь на этом уровне. Покупательская способность огромная, то есть в среднем в Америке зарплата у человека 45 тысяч долларов, да, это значит, что разброс может быть там от 20, как бы, да, и до миллионов долларов. То есть у людей огромная покупательская способность, и при этом люди пользуются как и сервисами, так и покупают товары. То есть бизнесы можно строить и на сервисах, и на товарах, и при этом здесь у людей именно ментальность потребителя. То есть они, мы, они, мы, да, мы как бы много потребляем и сервисами пользуемся, и покупаем товары, и зачастую те, которые не нужны, которые вот на волне там скидок, каких-то там предложений, да, то есть люди здесь, они могут покупать, и они это делают, поэтому реально как бы бизнесмен, который здесь это понял, который в это врубил и въехал, он реально может быть гораздо более успешным, чем там у нас на постсоветском пространстве, где тоже, в принципе, есть рынок и покупательская способность, нужно гораздо больше в это входить, и больше конкуренции, и меньше маржа, и так далее. Но здесь реально можно развернуться. Здесь все, ну, конечно, глобальнее, гораздо глобальнее, но просто это когда мы, поживя здесь, работая, да, еще здесь как бы зная, как здесь вот происходит, видя объемы, общаясь с людьми, и мы понимаем, насколько это на самом деле масштабно. Просто когда, я вот обычно, бывает, людям привожу в цифрах, я им говорю, вот недавно читал, у меня друг выставил там, ВВП Нью-Йорка превысило ВВП России. Штаты Нью-Йорка или города? По-моему, города, кстати, по-моему, города, представляешь, да? Кстати, ВВП Флориды 1,3 миллиона, по-моему, 1,3, да, а России триллиона. Триллиона. Да, 1,3, а России 1,7, поэтому тоже недалеко. Сопоставим. Да, Калифорния, по-моему, на седьмом месте была бы по ВВП, если бы это была отдельная страна. Да. Как бы она больше там и России, и многих странах. Расскажи, откуда ты приехал? Ну, вообще, я родился в маленьком городе Калуга. А сколько там населения? Сейчас там примерно около 400 тысяч человек, более-менее. Но его преимущество в том, что он очень близко к Москве находится. Вот, родился в этом небольшом городке в 85-м году. Вот, у меня сестра есть, она 11 лет старше, мама работала раньше учительницей в интернате, тоже я закончила свое время. Потом, когда вот началась девальвация 98-го года, она вот на самом дне рынка, она начала бизнесом заниматься. И она начала с маленькой палаточки, где там продавали сигареточки там, и я помню, мне было 14 лет, и она заезжала после школы, или там я куда-то ехал, и мы приезжали на склады, на оптовые, с сетками, закупали товар, вот так в четыре руки, да, ехали там, либо начали на общественном транспорте, потому что не было денег нанять там машину. Потом, когда она начала бизнес немножко развиваться, там у нас водитель был, мы его загружали, да. И вот мама развивала бизнес с самого нуля, начала с этой палаточки, потом еще одну открыла, потом еще одну побольше, потом она смогла там площадь купить под магазин, большой магазин открыла. Я вот как бы все наблюдал это, такая мама предприимчивая была, да. Вот, и я, то есть, я как бы рос вот с этим, с видением, как бизнес развивался, и вот мне это семена вот эти вот мама посадила, да, но вообще она такая очень волевая, независимая женщина, которая, да, ты ее знаешь, она добилась его сама, да, то есть у нее есть понимание, как все работает, и она очень много меня научила в то время, и, кстати говоря, она была, она выиграла грант американский в 2000 году, американское правительство предложило 20, по-моему, или 30 мест грантов именно в Калужской области среди бизнесменов, которые знали английский язык. Мама у меня, естественно, английский, она свободно по-английски говорит, у нее был свой бизнес и был пул 200 людей, то есть сколько участвовали, то есть одно место на 10 человек. Моя мама стала одним из победителей этих, этого гранта, она приехала в Алабаму, представляешь, да? Мы-то понимаем, что такое Алабама. Алабама, да, такой прям американский, белый штат, где такое, правда, традиционное американское общество, город Хансвилл, который является побративом города Калуги, потому что Калуга город космонавтики, а Хансвилл тоже, он связан с космической индустрией, там ракеты строили, там научные институты по этой теме, и программа стояла в том, что две недели человек работает, как у нас, например, в пабликсе, в супермаркете, да? А вторые две недели в его конкуренте, скажем, там, Миланс магазин или Виндикси. Сравниваете? Да, чтобы сравнить, причем на позиции менеджера, да, то есть она... Интересно. Там она менеджером две недели, там менеджером, жила в американской семье, там женщина была, вот, и там устраивали культурные всякие поездки, вот, она приняла... 2000-ый год? 2000-ый год. И вот она приехала, я помню, я встречал ее в Москве, и она просто, она вау, там рассказывала... Она даже не вау, да, а просто через... Она очень отчитанная женщина, и она очень хорошо рассказывает, и она прям вот рассказывала, рассказывала, и я прям с открытым ртом слушал, там, Америка, знаешь, что это за дна такая, да, и, видимо, она тогда еще тоже мне семена посеяла, да, и я всегда, как-то вот, у меня вот Америка, вот, что это такое, да, и вот, когда получилась возможность приехать по J1-программе, и вот, я как бы понял, что да, как бы то, что мама рассказывала, это все правда, что все так оно и есть, и главное, что я сам чувствую, вот, connection, да, к этой стороне, то есть, чувствовал себя свободно и понимал, что я смогу здесь чего-то добиться сам. Угу, да. Вот, и получается, что я закончил школу, и пошел на Ньяс, поступил на Ньяс... Ты после второго курса, после первого, да? После первого приехал, да, после я вернулся, после второго я приехал опять, и я такой думаю, блин, может быть, остался, и как бы я с мамой... После первого ты поехал, потом после второго опять поехал? И потом еще после третьего. И потом после третьего. Да. После первого ты куда ездил, ты сказал? Я ездил в Нью-Джерси, в город Вайлдвуд, как и многие, как и многие студенты того времени. А второй год где ты был? Тоже я сюда приезжал в Вайлдвуд, потому что у меня там было все как бы налажено, да, то есть я знал, куда ехал. Вот. И второй год я хотел остаться в США, но вот как раз я с мамой решил посоветоваться, поэтому она говорит, слушай, давай тут приедешь, третий курс еще отучись, вот после третьего уже останешься. Я тут думаю, блин, ну какая разница, второй, третий. И как ни странно, то, что я это сделал, послушал как бы совет мамы своей, это выстроило через десять лет, когда я пошел уже в университет учиться, и я начал переводить кредиты. И получилось, что три курса, у меня было ровно девяносто кредитов, то есть у меня оставалось только тридцать кредитов получить, чтобы получить полностью… Здесь образование юриста, да? Ну, нет, именно бакалавра. Бакалавра, окей. Потому что у меня было незаконченное там. И я понимал, что если бы я год не отучился, у меня было бы не девяносто, а шестьдесят, и мне гораздо дольше нужно было здесь учиться, вы понимаешь. И я потом только это связал, что вот так вот получилось. Хотя объяснение этому не было логическим на тот момент. И я приехал на третий раз, и я еще не знал точно, что я останусь. Я думаю, что возможно, если все сложится, если звезды станут по одной линии. И так все получилось, и я остался. И как раз из тех тысяч вопросов, которые ты вначале задал, что ты делаешь, чем занимался, занимался следующим. У меня были две работы – утренняя и вечерняя, как у многих нас в начале. и утром я убирал комнаты в отеле. То есть… Хаускипинг. Хаускипинг, да. И вечером я… у меня была позиция в пиццерии, называлась «трэш-гай». То есть… Вы носил эти, чистил полностью? Я был… Моя зона ответственности была… там была большая пиццерия, и очень много людей работало, много было мусорок стояло. И они очень быстро набивались, особенно когда было… Бизи. Бизи. Очень много, когда трафик проходил. И… то есть я бегал по этой пиццерии и… Слушай, подширай прям была, да, что раз кого-то… Такая, прям серьезная, да, поразумею. Да. То есть моя была обязанность завязывать меня… Я помню, платили этот момент, по-моему, 6 долларов 15 центов. Не густо, но… Ну, да, как бы… Понимаешь… По сравнению с Россией… Шестой или восьмой уже? То есть это был пятый. Пятый. А, подожди, в четвертом, пятом, шестом. Третий, четвертый, пятый. Подожди, в третий ты первый раз приехал? Да. В третий. В 2003, потом четвертый вернулся. И потом в пятый еще раз вернулся, и вот уже… Вот я остался. В 2003 первый раз. Фигеть. Да. Вот. И я вообще кайфовался. Это были абсолютно как бы работа на дне, да, потому что это самая низкооплачиваемая, и не требующая никакой квалификации. У меня был такой кайф, что я этим занимаюсь, я тут живу, я могу сам себе платить за квартиры, могу там съездить куда-то отдохнуть, и могу в ресторан сходить, и там с чуваками потусить, знаешь, тогда-то вообще мозгов никаких нет. Другая жизнь, ты ни от кого не зависишь, ни от мам, ни от папы, тебе никто не говорит, когда там возвращаться домой, вот, и там что делать, что не делать, как общаться, с кем не общаться, вот, это бешено, вот эта энергия, и ты встаешь, там, ты идешь на эту работу, ты не думаешь, что это просто, там, дно, как бы, там... Вообще, я абсолютно согласен. Да, абсолютно. Абсолютно. Всего тогда позитив такой, да? Абсолютный позитив. Как бы, когда начинаешь, ты это все пробуешь, все новое, как бы, за все готов браться, вот, на самом деле. Да, готов работать, и, как бы, американцы, там, вау, там, чувак, там, пашет, там, мексиканец, да? Да. Они там с тебя держатся, там, ты хочешь уйти, там, тебе уже зарплату повышать, начинают думать, буллинг, меня уже ценят, знаешь, у меня же какое-то появляется какое-то чувство гордости, как бы, за это, вот. И потом, как бы, потихонечку, то есть, начались какие-то там деньги скапливаться, сначала на велосипеде, как бы, да, а, и вот еще что, еще важный момент, мне все надоело, по-моему, было 2000, я прожил год в этом Wildwood, и ты сам понимаешь, что летом там движуха, зима, это вообще. Я шел в Северной Каролине, та же история. Это просто, это, это Ghost Town, это с привидениями, понимаешь? А там машина такая проедет, да, в 15 минут. Я просто, я помню, я такой иду, и такой, знаешь, перекати поле, вот это вот, она так катится, я так посмотрел, никого нет, вот так холодно, я думаю, что я сделаю, вот лето еще я там прожил, и я рванул во Флориду, в город Санкт-Петербург, и это не тот год, когда я остался во Флориде, я потом еще раз вернулся в Нью-Джерси, но год я прожил в Санкт-Петербурге. Получается, зимой, когда здесь сезон приехал, да, сюда, в Санкт-Петербург, а потом вернулся на лето. То есть я пришел там осенью, да, мы осенью уехали сразу после сезона из Wildwood, там есть, там летом вообще кипиш серьезный, а в сентябре там там каждый выходной какой-то там пожарные приезжают, потом байкеры приезжают, потом ирландцы приезжают, то есть там каждый уикенд он тематический. Поэтому там движуха еще в сентябре такая серьезная, а октябрь все, уже на спад, и потом все исчезает. Вот мы в сентябре там проработали все, кто там уехал, и поехали жить в Санкт-Петербурге. Причем выбирали мы там тоже, слушай, куда можно поехать? Слушай, в Санкт-Петербурге там у нас-то чувак какой-то там был, он говорит, ну вроде нормально, мы взяли поехали. Вот, прилетели туда, у нас там было тоже денег буквально там найти какое-то жилье минимальное. Мы купили там, я купил велосипед себе в Валмарте, и мы там в каком-то спальном районе там были, в каком-то таком не самый лучший как бы, снял квартиру там с ребятами, кто с нами приехал, и у меня первую работу я нашел в Данкин-Донатсе, и нужно было ехать туда, где-то 30 минут туда на велосипеде, 30 минут обратно. На офис Данкин-Донатса я только что наделал, раз уж про Данкин-Донатса. Я крутил эти педали, и ты знаешь, как бы, и тоже был кайф. Да. Вот не было такого, что я там какой-то… В тягу какую-то, да? Даже там, блин, я в этой работе… Да, что я там, я там учил, у меня все было хорошо, да, у меня мама там бизнес уже все хорошо шел, то есть, если я там остался в России, у меня все было бы ровно, да, я бы влиялся бы в мамин бизнес, я бы даже развивал бы, у меня все было бы хорошо. Но мне хотелось именно доказать то, что… Причем и маме, и себе то, что я могу сам, да? Да, я понимаю. Да, потому что, как бы, ну, так мне все бы досталось, но это было бы не мое, это мама то, что сделала. А мне хотелось, чтобы вот самому прорваться и доказать и себе, и миру, и маме, что я могу, чтобы, ну вот, как бы, все было классно. Я там заработал денег в этом Dunkin' Donuts немножко и… Сколько там, час платили? Да, платили, по-моему, восемь. Ага. Там чавы еще там после смены, там разбиваются на всех, да. И потом я купил какую-то просто развалюху, это, я не знаю, это был Форд Торрес 1996 года синего цвета. За сколько? Помнишь? Помню. Помню. Это никогда не забуду. Она стоила 3200, причем я купил ее в кредит, потому что там тысячу долларов я положил депозит, и потом я еще выплачивал. Потом оказалось, что там мотор, там насос, который качал этот масло, масло и воду. Там уже проблема была с водой, то есть если ты не дольешь туда галлон воды, то оно закипал просто. Вот. Я с этой машиной возился, потом, боже мой. Вот. Но она меня довозила, я на этой машине потом поехал в даунтаун этого города Санкт-Петербург, и я там нашел друг вторую работу в ресторане. Утренняя смена сама ранее, на завтраках. То есть я, и это как бы, ну, начал зарабатывать еще больше, да. Круто. И потом было принято решение вернуться на лето в Wildwood обратно. На машине, да, ты сел и поехал туда? Да. На машине я сел и поехал, и эта машина сдохла на середине пути. Ты ее оставил просто? Я там оставил, потому что сплавился мотор. А, да ладно. Там была лампочка и нарисован такой двигатель и капелька как бы с маслом. Я так еду на ней и думаю, блин, а что это значит? Остановиться, не остановиться. Думаю, а ладно, сейчас там. Доеду. Раз, остановился и все. Там приезжает чувак, там говорит, слушай, у тебя сплавился мотор, просто масла не поступало, да. Я такой, блин, что делать? Ну, ладно, снял машину, там доехал до этого Wildwood, как бы, и там у меня началась новая карьера работы на стройке. Это был следующий мой этап развития, который как бы финансово еще лучше, да, на стройке хорошо там платят. Там платили сначала 10 долларов, потом я там доработался до 12, потом еще больше. И первая работа на стройке была вот эта вот дичайшая абсолютно работа, где это fiberglass, это стекловолокно покрытия балконов и души, ванны и душевых комнат. И это ужасная работа, потому что ты с химикатами работаешь, там это стекловолокно, оно промазывается смолой специальной, которая там дико воняет, смешивается с цитоном, да, потом это сохнет, и тебе нужно одевать такой белый костюм, перчатки, противогаз, очки, заматывать перчатки с костюмом с белым, чтобы не впадал туда. И шифлевать вот эту вот специальную... Это мощная химия такая, да? Да, потому что это стекловолокно, то есть у нас ссыхает это стекло получается, да? И если оно впадает на кожу, то... Помнишь, что трубы были у нас в этом? Да, конечно, белые стекловолокно. Вот это вот химия. И то есть ты тоже полностью не можешь дышать, ничего, потому что у тебя легкие порежут, у тебя кровотечение будет, да, внутреннее. Это ужасная была работа, на самом деле. Вот, но я тоже кайфовал, потому что... Новое все, помимо. Новое мне платили гораздо больше, да? Да, я был готов на это работать. Потом я пошел на сайдинг. Это уже... Сайдинг это что такое? Это тоже стройка, когда построили дом и обивают его вот этим... Панелями? Пластиковыми панелями. Ага. Да. Оно было гораздо лучше. И... Сколько платили? Платили там, по-моему, я начал с 13-14, потом там до 15 меня подняли. Вот. Это сколько ты уже прожил, получается, в общем, в Америке после приезда? Да. То есть на тот момент это был 2007-2008 год. Года три, да, где-то, получается? Да. Года три где-то. Три года, вот. И получается, что я работал на стройке вот вне сезона, тоже в Wildwood. Да. И во время сезона я там работал в ресторане, там на бурдлоке, где вся туристическая движуха. Да. И... И тоже такой кайф был вообще просто. Это... Я понимал, что как бы... Я начинал уже тогда там с тачков и с мусора, да? Да. Сейчас я уже там устроился... Я там машину уже получше купил. У меня был дочь-караван. Мама-свен я его называю, да? Мама-свен. Длинная машина, я так вот рулил на нём. Запарковаться не было ничего. Ну, это мое 2008 год. И после этого настал 2009 год. И... Мне всё надоело. Да, я, блин, думаю вот, я сижу вот на Wildwood. Как бы всё нормально. как бы есть движуха, но якобы растут там и зарплаты больше, но чего-то не хватает, да, вот чего-то не хватает. И просто это дошло до такого уровня, что я все бросил, я подошел на карту США, она прям большая вот такая была, да, и я думаю, все, нужно текать отсюда, да, с этого Wildwood, потому что там никакой перспективы нету. И я такой, так, куда-куда-куда, вот Лас-Вегас, я слышал классно, Калифорния. Причем понятия не имею, где, как и что, правда? Да, понятия не имею, нигде никого там где-то, ну какие-то есть там друзья, но как бы ничего такого надежного. Ну не представляется же, в те времена же там особо не айфонов, там вот этих социалистов. Да, и интернет еще так не развит было, то есть так сильно, да, и я так думаю, ну ладно, как бы, я все равно ничего не знаю, что делать, я закрываю глаза, я беру свой палец указательный, делаю вот так, и просто тыкаю в карту, открываю, Форт Лородейл. Серьезно? Да, слава богу, что на Кубу не попал, на Юмайку, он, знаешь, пришел с меня ездить, близко отклонил. Ну я так посмотрел, думаю, ну что, все, собрал чемодан, у меня была тоже, у меня тогда была Дочь Нион 2000 года, супер классная машина, такая деревянная прям, да, но очень хорошая. Я везу эту машину к механику, говорю, чувак, я собираюсь переезжать, посмотрю, что все было ровно, он там, он говорит, о, слушай, классно, что ты привез, потому что если ты сейчас поехал, там такие есть какие-то резинки, они подходят к колесам, они там к подвеске, вот если бы они, они у тебя уже потресканы, если бы они сломались, то у тебя там подвеска и трансмиссии полетели, говорю, я такой, блин, думаю, слушай, слава богу, что я это сделал, да. Все, как бы заканчивается контракт на квартиру, я на работе договорился, все, едем в Форт Лороди, забиваясь в эту машину. С кем поехал? Тоже там с знакомыми, да. Двоем, да? Да, там мы на самом деле ехали вдвоем там, и потом у нас там еще там ребята полетели на самолете, у них машины не было, то есть там была, как бы, компания, и получается, что едем на следующий день, выезжаем из Галладула, там нужно было так проехать через Пенсильванию, едем уже в Южной Пенсильвании, что-то машина, бум, какой-то звук, и я такой, блин, что опять? Я ухожу с этой машины, и так смотрю, там внизу капает что-то, подъезжает коп тоже, знаешь, к обычным, на шоссе там раз, да, с этим, чтобы там безопасно все было, и он говорит, слушай, у тебя походу, говорят, большие проблемы, и я говорю, я не знаю, но походу у тебя с трансмиссией проблемы, вызывает эвакуатор, наставит на эвакуатор, и отвозит механику, и, чтобы ты понимал, на тот момент, так же, как и в предыдущий раз, в кармане была дырка не такая, но чуть поменьше, но реально хватило, мы посчитали, да, чтобы нас заселиться в квартиру или там в дом, нас на месяц вперед хватило денег, и купить там макароны с сосисками, как бы, да, ну, грубо говоря, то есть все было прям вот так, впритык, планировали, планировали до копейки все, вот, и получается, что полетела трансмиссия, что делать, да, я там звоню ребятам там из Пенсильвании, из Флодельфии, там, сколько бы стоит, они говорят, починить тысячу долларов будет стоить. Я такой, блин, делать нечего, отвозим ее этим ребятам, они за ночь ее чинят, ставят новую трансмиссию, и мы поехали. Ну что, ребята, как вам первая часть со Стасом? Понравилось то, что он рассказывает? Дальше будет вторая часть, так что следите, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Стаса, я скину его контакты, они все будут написаны. Кстати, если какие-то вопросы по Америке, он адвокат, пользуйтесь случаем. И до скорой встречи в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин